В преддверии Великой Победы у храма Николы Мокрого появился целый монументальный комплекс. Памятник финансистам фронтовикам и аллея памяти. Это семь бюстов героев Советского Союза. Один из них в честь снайпера Василия Зайцева, который только в период Сталинградской битвы уничтожил 225 фашистских солдат и офицеров. Мы, уважаемые ветераны, изучаем ваши труды, помним все, что вы сделали для армии. До сих пор пользуемся теми директивами, которыми пользовались вы. Понятно, что меняется ситуация, но вот эти традиции, этот правильный консерватизм, он дает тот фундамент той сильной финансовой структуре вооруженных сил, которая сегодня создана. Как рассказали инициаторы, создание комплекса, место для мемориала было выбрано осознанно. Когда-то здесь ковали оружие. В 1711 году по указу Петра Великого здесь располагался оружейный двор, который выполнял заказы для российского молодого флота. После революции здесь дислоцировался Ярославский советский полк и более 50 лет находилось дорогое всем Ярославское военное финансовое училище. Год назад на этом месте на пустыре ярославские бизнесмены мечтали построить элитное жилье, однако власти и надзорные органы застройщику отказали. Я хочу сказать слова благодарности тем, кто принял это решение, тот, кто настоял на нем, тот, кто его реализовал. Я думаю, что это место будет востребовано. А город Ярославль, которому в этом году, в мае, будет тысяча пять лет, будет жить, будет помнить подвиги. Не сложно догадаться, что новый мемориальный комплекс станет еще одной важной рекреационной зоной в сфере туризма, а также необходимой площадкой, которая будет способствовать патриотическому воспитанию. Нам ведь судьба России не безразлична, что после нас будет. Поэтому нам надо воспитывать поколение такое, которое достойно может защищать нашу Россию после нас. После церемонии открытия в КЗЦ «Миллениум» финансисты-фронтовики получили награды от имени министра обороны страны. Ольга Преснухина, Денис Ромашов. День в событиях.